В этот день, 25 сентября, родились. Николай Раевский, полководец, герой воин с Наполеоном. Иван Лажечников, зачинатель русского исторического романа. Среди современников, стихи, романы и военные записки литератора Лажечникова пользовались заслуженной популярностью. Произведение необыкновенное, ознаменованное печатью высокого таланта. Восторгался критик Белинский, приравнивая роман «Последний на виг» о любви к родине к лаврам первого исторического романа. Поэзия всегда останется поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык. Так хвалил в письме Пушкин роман «Ледяной дом», посвященный правлению русской государыни Анны Юановны. Драма «Опричник», роман «Басурман» — эпохи разных русских правителей служили предметом интереса для писателя. «Дела говорят лучше слов», — утверждал Лажечников. Однако иногда слова становятся настоящим делом. Дело одного из первых писателей-романистов было близко еще многим поколениям его читателей. Также 25 сентября родились Дмитрий Шестакович, композитор, пианист. В августе 1942 года прямо в блокадном Ленинграде прозвучало самое его известное произведение «Седьмая ленинградская симфония». Кинорежиссер Сергей Бондарчук, автор известной экранизации романа «Война и мир». В этот день 25 сентября 1632 года был основан город Якутск, столица республики Саха. Присоединение Северо-Восточной Сибири стало большим делом для России, а Якутск стал точкой отчета для маршрута многих путешественников Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, адмирала Колчака. Форпост России на востоке. Транспортные пути Якутска расширили внешний торговый оборот в части Азии, у побережья Тихого океана, на северо-западной территории США. Природные богатства города в долине Туймаада были поистине неисчерпаемые сокровищницы – алмазы, газ, уголь, мягкое золото, пушнина. В стойкости с кристаллами могли соперничать лишь якутяне, которые не только научились жить в условиях вечной мерзлоты, но и подавали пример другим людям, в частности ссыльным декабристам, каторжанам, один из которых партийный деятель Георгий Цыпирович вспоминал. Якутск – последний город на нашем пути. Дома здесь почти сложные, деревянные и одноэтажные, улицы немощенные и страдают отсутствием фонарей. Когда я возвращался обратно, появился любительский театр, телефоны. Равнодушно не проезжали мимо белоснежной усыпальницы многие писатели. Александр Пушкин в последний год жизни планировал написание книги о северо-восточных народностях Сибири, главным героем которой должен был стать камчатский эрмак, путешественник атласов. Максим Горький свой очерк о деньгах посвятил якутскому общественному деятелю Алексею Семенову. «У меня к людям, подобным Семенову, с юности горит, не угасая чувство глубокого уважения и не скрываю зависти. Хорошо они умеют жить. Это потому, что радостно и неутомимо умеют работать», – отмечал Горький. Своей цитатой он выразил уважение не только своему другу, но и многим удивительным людям далекого, до конца неизведанного края. 25 сентября 1763 года указом государственной Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь – первая публичная больница в России. 25 сентября 1799 года под предвидетельством Суворова произошла битва за чертов мост в Швейцарии. 18-дневный швейцарский поход Суворова стал одним из самых ярких в его богатой карьере. «Я отдал бы все свои победы за один швейцарский поход Суворова», – отмечал французский маршал Массена, армию которого Суворову необходимо было вытеснить с территории Швейцарии. Задача предстояла не из легких. Узкое ущелье реки Рейс, отвесные скалы, глубокая пропасть, тесный туннель в скальной стене, за которым дорога вела к чертову мосту. Попадание в туннель сулило неминуемую гибель, поскольку он неустанно обстреливался французами. Суворов решил пойти другим путем. 300 добровольцев встали скалолазами, пробрались по скалам над туннелем к небольшой гряде, выбили заслон и обеспечили проход русским войскам по туннелю. Два других отряда штурмовали реку Рейс для того, чтобы зайти в тыл французам. Третьи предпринимали обходную маневру. Несмотря на все сильное сопротивление, частям Массена отыграть свои позиции не удалось, а разобранный французами чертов мост только ускорил их поражение. 25 сентября 1925 года в Москве состоялось последнее публичное выступление Сергея Есенина. 25 сентября 1943 года после двух лет оккупации был освобожден город Смоленск. Таким был этот день 25 сентября.